Всем привет! Приветствую вас на своем канале! Продолжаю заниматься своим фениксом. Вчера я показывала вам его пересадила. И вчера же, знаете, что обработала ему листочки. Обработала я водички, ватным диском протирала. Смачивала его в водичке с разведенной перекисью водорода. Вот такая аптечная перекись. Она трехпроцентная. Вот поэтому протерла. И знаете, мне кажется, вот этих черных точечек стало даже как-то, мне кажется, они уменьшились в размере. Не знаю, может, им так мерещится. Но больше их не стало, они не разрастаются. И мне кажется, все-таки меньше их стало. Вот, поэтому, так как я вчера еще на корнях заметила черные точечки, хочу обработать и корни. Вчера не проливала ее, потому что я промыла под водой листья. Ну, естественно, вода попала на корни орхидеи. Поэтому сегодня я ее пролью. Что я делаю? Я взяла вот такая миллилитровая бутылочка с водичкой. Вода отстоявшаяся. Всегда цветы поливаю отстоявшейся водой. Желательно, чтобы пару дней, чтобы и выветрился хлор. И наливаю перекись. Перекись, знаете, я лью на глаз. Много не лью. Вот. На глаз чисто так, чтобы легонько продезинфицировать и убить ненужные микроорганизмы. Так, сейчас я взболтаю. Хорошенько встряхнула бутылочку с водой и перекисью. И буду проливать. Кстати, вот эта этикетка от этого феникса. А тут показано, что надо погружать раз в неделю в горшок в воду на 5 минут. В принципе, тоже можно так поливать. Как поливаю? Я ставлю такой вот поддон у меня от тортика. Вот. И проливаю поверху. Стараюсь, чтобы вода не попала в пазухи листьев. Я пролью всю бутылку. Вот. То, что вытечет, останется в коробочке. И еще ставлю на некоторое время, чтобы орхидейка, если ей надо еще дополнительная водичка, она сама ее взяла столько, сколько нужно. Очень хороший способ бюджетный ухода за орхидеями с какими-то подозрителями, заметными признаками какой-то гнили, бактериальных инфекций, заболеваний. И вот проливать перекисью водорода. Необязательно использовать термоядерную химию. Вот. Особенно, если дома у вас дети и домашние животные. Достаточно просто вот так, такими средствами пролить. Есть и другие способы обработки орхидеи, покупанных у меня на канале. Можете посмотреть. Но, знаете, не факт, что они работают. Все зависит от того, чем поражено растение, поражено ли оно. Потому что бывает, что растение абсолютно здоровое. Даже некоторые орхидеи я не обрабатываю. А потом, через какое-то время, вдруг начинает вылазить. Такие сюрпризы, что растению уже просто-напросто не помочь. Вот. Пролила я вот так. Вот, видите, почти целый поддон воды. Вот. Ну, вытекла, конечно, водичка. Ну, и то, что надо, она сейчас возьмет. Потом просто поставлю в раковину лишнее. Снизу горшка стечет все. И это полив будет закончен. Ну, выдерживаясь, возможно, где-то полчаса вот так. Орхидеи поливаю, потому что, смотри, некоторые синим бутончики удалила. Цветочки, потому что они уже подвяли. Вот такая очень красивая орхидеика феникс. На видео она цвет светлее. На самом деле, анка темно-темно-бордовая, восковая. Смотрите мой канал, подписывайтесь, пишите, что думаете о таком способе обработки орхидеи. Буду рада любому отзыву. Не забудьте подписаться, поставить лайк. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok